В преддверии Нового года по лунному календарю шага гуманитарный груз пополнился востребованными техническими средствами и другим необходимым. Все благодаря неравнодушным жителям и сплоченным коллективам. Сотрудники Управления Федерального казначейства по республике гуманитальную помощь в зону СВО отправляют уже в десятый раз. Общая сумма более полутора миллионов рублей. В посылке у нас закуплены квадрокоптер, тепловецезионные прицелы в количестве 2 единицы, приборы ночного введения в количестве 7 единиц, а также зимние маскировочные костюмы. Кроме того, нами уже заказаны, 9 февраля прибудут. И с этой же посылкой мы дополнительно направим радиостанции в количестве 4 единицы, глушители на пулемет в количестве 3 единицы и пламя-гасители тоже в количестве 3 единиц. Хочу отметить, что к этой посылке традиционно дети сотрудников Управления всегда пишут письма и рисунки со словами поддержки и благодарности нашим бойцам, находящимся в специальной военной операции. К сбору гуманитарного груза присоединились и члены Тувинской республиканской организации Общероссийского профсоюза образования, который не в первый раз оказывает помощь. На собранные педагогами финансовые средства закупили квадрокоптеры и рации. Мы, профсоюз образования, в прошлом году отправляли на 150 тысяч рублей тоже гуманитарную помощь. И в этом году, в октябре, мы собрали 400 тысяч рублей. На наши средства были приобретены два квадрокоптера и две рации. И мы очень надеемся, что вот эти технические средства, которые очень нужны нашим воинам, помогут им. Я думаю, что и профсоюз образования окажет в общем деле большую помощь. Будем на это надеяться. До этого мы помогали гуманитарной помощью, лекарствами, одеждой. Вот технические средства в этом году первый раз. Родина у нас одна и цель должна быть едина. Именно с таким посылом сегодня пришли представители национального театра. Коллектив также отправляет технические средства. Раньше дарили, отправляли СВО, дрон отправляли. На этот раз мы собрали оборудование для антитронов и для противолетающих аппаратов. Средства собрали от выручки спектаклей. Мы здесь, в тылу, должны помогать. Это можно считать как долг. С самого начала специальной военной операции не могли остаться в стороне члены КПРФ. Коммунисты помогают не только в сборе гуманитарной помощи, но и принимают участие в плетении маскировочных сетей. Мы как общественники, как общественная организация КПРФ тоже с самого начала СВО тоже всегда присоединялись в гуманитарный максимум. Всегда помогали. Коммунисты республики тоже активно участвуют и в районах, и в городе Козыле. Допустим, в Чадане наши партийцы плетут сети отдельно, как от партии. Мы приобрели газовые баллоны, горелки, также и свежее мясо баранину. В честь Шага, чтобы ребятам, которые находят на СВО, чтобы хотя бы дух родной, малой родины был у них. Туша, говядины, национальные кисломолочные продукты и не только для земляков, которые находятся в зоне СВО, будет отправлена и помощь от жителей отдаленного Терехольского района. Руководители Терехольского Кожуна, присоединившись к акции Шага 2024, объединив народ Кожуна, приняли участие в сборе подарков нашим сыновьям, участникам СВО, передавая наши скромные подарки. Мы привезли сегодня, сдали тушу говядины, 156 килограммов, 10 килограммов аржи. Я от своей семьи купила на 20 тысяч электрогенератор, и моя коллега Антонина Чижоловна вместе со своим мужем Владимиром Торжевичем купили бензопилу для ребят на нужды. Вот на автопоезд мы тоже много денег собрали ребятам. В прошлом году к Шага тоже привозили подарки, повы, всякие продукты, мясо, все так же вот так вот сдавали. Напомню, что технические средства и другие подарки формируются по заказам бойцов в зоне СВО, и туда отправляются именно нужные и подходящие вещи. Два грузовика с гуманитальным грузом от жителей Тувы отправятся в дорогу уже в эти дни. Айраса Бемогуш и Доржуса, телеканал Тува-24.